В Хасавюрте загорелся мансардный этаж гостиницы. Площадь пожара составила 625 квадратных метров. В Каспийске продолжают строительство многоэтажки, несмотря на предупреждения прокуратуры. 100 тысяч за лучший проект. Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» провел конкурс обучения в области развития бизнеса для женщин в декрете. Лучший бизнес-план получит призовой фонд. Трагедия в поселке Новый Хушет унесла жизни более 10 человек, включая детей. Продолжается расследование для установления причин взрыва. А власти Махачкалы усиливают меры безопасности на АЗС города. Накануне в Хасавюрте загорелся мансардный этаж гостиницы. Об этом сообщили в МЧС по республике. Площадь пожара составила более 600 квадратных метров. На момент возгорания всех постояльцев успели эвакуировать. Всего в тушении было задействовано 42 специалиста и 11 единиц техники. В 23.52 по линии службы 112 поступило сообщение о пожаре по адресу город Хасавюрт, улица Махачкалинская, шоссе 10. Несмотря на неблагоприятные природные явления, связанные с усилением ветра, пожар удалось в кратчайшие сроки локализовать. Материальный ущерб и причина пожара устанавливается. К сожалению, при пожаре погиб один человек. Хасавюртовским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении собственника гостиницы Киев по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. По данным следствия, 29 сентября 2024 года в ночное время, предположительно из-за неисправности электропроводки в гостинице Киев в Хасавюрте, произошло возгорание, в результате которого на месте от полученных ожогов скончался один из постояльцев. Еще один был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему была оказана медицинская помощь. Несмотря на предупреждение прокуратуры Дагестана, в Каспийске продолжается незаконное строительство. И для этого используют дворовую территорию. Ранее надзорное ведомство добилось отмены неправомерного разрешения на стройку из-за серьезных нарушений, а одубрили проект в администрации города. Администрация Каспийска сообщает, что земельный участок в 11 микрорайоне был предоставлен в 2015 году для строительства многоквартирного дома, не являясь двором близлежащих домов. Участок был распланирован в 2015 году. Арендатор, не осваивавший участок, обратился за продлением договора аренды, но получил отказ. Суд обязал администрацию продлить договор. Согласно генплану города, участок был выделен для многоэтажного строительства, и разрешение на строительство было выдано. Однако администрация города решила отменить разрешение и пересмотреть застройку квартала. Мощный взрыв 27 сентября в поселке Новых Ушет стал печальной датой для Дагестана. Ударная волна была настолько сильной, что пробила стены ближайших домов и повредила десятки машин, находившихся поблизости. Кратчайшие сроки спасатели приступили к работе, а врачи начали оказывать помощь получившим увечья. Более 10 человек погибли, в их числе и дети. Хотя везде комплекс мероприятий, связанных с контролем за деятельностью объектов повышенной опасности, к которым относятся в том числе и автозаправочные станции, автозаправочные комплексы, на мой взгляд, должен быть более жестким. И со стороны органов контрольно-надзорных, и со стороны муниципалитетов. Ну и, безусловно, повышенную требовательность должны проявлять себе, прежде всего, владельцы этих объектов. Владелец ответственность несет за все мероприятия, которые должны обеспечивать безопасность работы этого комплекса. Он является безопасным. Если где-то даются какие-то послабления, то эти послабления обязательно будут или приведут к определенным последствиям, в том числе вот той степени тяжести, которая вчера произошла в Карабулахинском районе. Пострадавшим успели оказать своевременную помощь и госпитализировать. Сейчас они находятся под пристальным наблюдением врачей в Республиканском центре травматологии и ортопедии. Троих пациентов уже выписали. Остальным еще нужно пройти лечение. Провели всем телемедицинские консультации с федеральными центрами. Тактика лечения согласована полностью. Угрозы жизни ни у кого нет. Спасибо большое специалистам. Вчера все подключились. Троих уже сегодня выписали с легкими степенями были у них ранения. Абдулла Магомедов один из пострадавших. Сейчас он проходит лечение в Республиканском центре ортопедии и травматологии. И уже идет на поправку. В момент взрыва Абдулла находился в молельной комнате. Своё спасение Магомедов связывает с волей Всевышнего и благодарит всех, кто оказал ему помощь. Находился на заправке и решил помолиться. Зашел в комнату молебную. И там было еще трое человека. Только как помолились и произошел взрыв. Ну там уже прилетели осколки. Там все, ничего не видно было. Там уже начали друг друга помогать, вытаскивать. Из всего произошедшего Рамаза Магомедов помнит только, как прозвучал взрыв. И как его уже везут на скорую больницу. После переждого, я намереваюсь переосмыслить свою жизнь. Говорит пострадавший. Своё спасение он теперь воспринимает, как второй шанс на жизнь от Создателя. В эту ночь у медучреждений, куда поступили пострадавшие, дежурили сотрудники благотворительного фонда «Инсан». Они привезли с собой еду и воду. Всё это было роздано медперсоналу и родственникам пострадавших, которые находились в больнице. В первую очередь, после того, как мы узнали о том, что произошло такое событие, такая беда, мы, как и обычно, подключили всех работников, несмотря на время позднее, и всех волонтёров выехали на места, куда привозили пострадавших. И мы уже разместили там минимальники в волонтёрской центре. Всё, что мы готовы были предоставить, все услуги, которые мы можем предоставить, на тот момент могли предоставить. Это организация питания, чтобы врачи и родственники пострадавших об этом не думали. На самом деле у нас это всё уже наработано. Мы стараемся уже почти во всех городах республики реагировать на такие чрезвычайные ситуации, которые происходят. Хозяева АЗС в своём официальном обращении сводят произошедшее к роковому стечению обстоятельств. Также владелец заправки указал, что с их стороны были предприняты все меры безопасности. Сейчас проводится экспертиза, по результатам которой будет точно определена причина взрыва. По предварительным данным, следов взрывчатых веществ на месте происшествия не обнаружены. Назначены судебно-медицинские экспертизы, комплексная пожарная и взрывотехническая судебная экспертиза на предмет установления причины произошедшего. Также назначены молекулярно-генетические, строительные судебные экспертизы, изъяты техническая и разрешительная документация, видеозаписи с камер наружного наблюдения. Допрашиваются свидетели произошедшего. Семьям погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выплатят по 1 миллиону рублей. Пострадавшие же получат от 250 до 500 тысяч рублей, сообщил глава республики. Фонд «Инсан» организовал сборную сумму более 1,5 миллиона рублей. Также и хозяева АЗС заверяют, что планируют оказать необходимую финансовую помощь семьям погибших и пострадавшим. В свою очередь, мэр Махачкалы Юсуп Умавов поручил заместителям продолжить работу по проверке АЗС, расположенных на территории города, и принять меры по усилению безопасности. Абдулла Алифнур, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Как женщине в декрете или с несовершеннолетним ребенком развивать свой бизнес? Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» решил эту проблему. Специалисты центра провели курс обучения для мам. В Махачкале прошел финальный этап программы, в рамках которого женщины рассказывали о своих бизнес-проектах. Каждая участница проявила творческую инициативу и представила свой продукт. Разнообразие продукции включало в себя шоколад собственного производства, глиняные изделия и многое другое. По завершении финального этапа прошло награждение участников, а призовой фонд за первое место составил 100 тысяч рублей. В рамках национального проекта «Малая и средняя предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в республике Дагестан проходит финальный этап регионального этапа «Мама-предприниматель». Все практически проекты были очень интересные. То есть видно было, что наши мамы, давайте так говорить, и женщины, не сидят просто, хоть они находятся и в декрете, и дома сидят с детьми, все равно занимаются какой-то предпринимательской деятельностью. Сегодня, чтобы сказать, что какой-то одного там выйдет, ну реально очень было интересно и очень было полезно всем нам. То есть на данная даже сама программа, то есть данный самый вот этот этап, да, то есть она даже, можно сказать, воплотила в реальность некоторые, которые сегодня даже просто присутствовали на самом проекте, было интересно, и они даже подходили к нашим там матерям, там, и женщинам, и уже начинали как-то с ними уже обмениваясь контактами для того, чтобы сами тоже могли как-то помочь там, или сами тоже реализовать тот или иной там продукт. Первое место заняла Подсимат Имранова. Она производит хлеб из натуральных ингредиентов. Идея собственного бизнеса появилась, когда возник дефицит хлебных изделий в ее поселке. Таким образом Подсимат обрела свое дело, а жителю ее села – возможность приобретать качественный хлеб. Победа для меня была очень неожиданной, поскольку я совершенно пока не предприниматель, я пришла сюда обучаться АЗАМ. И на удивление, оказывается, рабочая бизнес-идея, она имеет возможность для своей реализации, да. Это показала моя победа. Для меня это большая честь, поскольку для меня, в первую очередь, площадка здесь – это была своего рода комьюнити бизнес-сообщества, с которой можно было бы взаимодействовать впоследствии, учитывая то, что я не бизнесмен. В Магарамкенском районе 7-летний мальчик оказался под колесами кареты скорой помощи. Как сообщают в ГИБДД республики, водитель неотложки спешил на вызов и, выехав на встречную полосу, совершил наезд на ребенка, который перебегал дорогу по пешеходному переходу. С различными травмами мальчика доставили в больницу Дербента. По данному факту собран материал для дальнейшего разбирательства. Молодежное мероприятие республиканского масштаба организовано администрацией Махачкалы совместно с Муфтиятом Дагестана. Гостей ждет увлекательная и насыщенная программа. Богословы расскажут истории о великих достижениях молодых людей в исламе, науке и просвещении. В рамках вечера также пройдет розыгрыш ценных призов. Три мотоцикла, 10 велосипедов, iPhone 16, годовой абонемент, фитнес-клуб и другие ценные призы. Махачкалинская «Динамо» уступила одноклубникам из Москвы в матче 10-го тура премьер-лиги. Встреча на Анжиарене завершилась минимальной победой гостей 0-1. Очередная игра дагестанского клуба не обошлась без спорных эпизодов. На 20-й минуте главный арбитр Сергей Чебан зафиксировал нарушение правил на Тюкавине после подачи штрафного москвичей и открыли счет. По мнению многих судейских экспертов, «Динамовец» сам нарушил правила на нашем футболисте. Пресс-служба «Динамо» опубликовала еще несколько важных моментов, в которых арбитр не увидел нарушения правил. «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу, ничего не вижу». После 10 туров махачкалинцы идут на 10-м месте в таблице РПЛ. Большой десант дагестанских вольников выступит на международных соревнованиях во Владикавказе. Турнир братьев Хадарцевых пройдет с 1 по 2 октября. Награды и солидные денежные премии оспорят 40 наших спортсменов. В числе участников – ведущие борцы республики. Чемпионы мира и Европы – Абазгаджи Магомедов, Ахмед Усманов, Шамиль Мамедов и другие. Всего на ковер в столице Северной Осетии Алании выйдут вольники из 23 стран. Победители в каждой из 10 весовых категорий получат по 5 тысяч долларов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова